Рождественские богослужения В честь и поклонение Отцу и Сыне Святого Бога Чтобы перевести божественную литургию на язык жестов, священникам понадобилось три года. Сначала с цирконославянского на русский, с русского на язык глухонемых. Каждое слово подолгу и подробно разбирали. Прихожане сами предлагали наиболее подходящие, по их мнению, жесты. Многие могут говорить сами на жестовом языке, но не понимают человека глухого, который к ним обращается. То есть обратную речь не понимают. А вот наш настоятель, протеерей Андрей, изучил эту жестовую речь в совершенстве. У неслышащих людей постепенно стало меняться отношение к окружающим. В обычной жизни они стесняются произносить звуки, а здесь требуется повторять слова чтеца сурдопереводчика голоса. Многие стали неплохо говорить. Рядом с моим домом находится Елоковская церковь. Я туда ходила, но службу я плохо понимала. Я просто молилась Богу. Я пришла сюда, в этот храм. И здесь я получила все, что я хотела. Один из прихожан, слабослышащий Юрий Лукьянов, написал для храма икону Богородицы. Говорят, что с первых дней она явила чудо, стала мироточить. Это пожертвования прихожан, те, которым она помогла в какой-то беде, кому-то болезни, кому-то... Вот они приносят нам вот эти все украшения свои. В этот храм приезжают более 200 слабослышащих из Московской, Тверской и Владимирской области. Многим здесь помогли найти работу. А недавно среди прихожан появились слабослышащие и незрячие. В храме на языке жестов и осязаний им помогают приобщиться к молитве. Илла Сиповская, Илья Кузьмин, Вести Москва.